Потому что он переломный. Кто сегодня высидит, тот высидит до конца. Я с радостью хочу открыть эту сессию, познакомить с послом Финляндии в Российской Федерации Хану Хамнен, который большой друг школы, и замечательный эксперт школы. И ездит даже с нами на региональные семинары. И вот совсем недавно замечательно участвовал в нашем Ай-классе. И я прошу его выступать всегда над те темы, которые на самом деле являются основными, на котором страна, страна как таковая, выигрывает. Кто вот эта маленькая Финляндия, оставшаяся без оставшихся в России территорий, на которых мы проводим свои российские семинары, и приглашаем посла. Да, в Светлогорске. А, в Зеленогорске, да. А Светлогорск по Ленинградам, извините. И я хочу сказать, что это правда удовольствие, когда он здесь выступает, и для нас профессиональное. Потому что эта тема очень важная. Как мы с ним вот беседовали, рассуждали, что случилось со страной, этой маленькой страной, которая так себя удивительно держит в мире, и с ней считается, и с ее продукцией считается. И у нее замечательное отношение с Россией после всех исторических тех событий, которые предшествовали. Еще я что хочу сказать, что я правда сама никогда не была в городе Хельсинки, в Финляндии. Нет, была не в городе, но не в городе. И хочу сказать огромную благодарность через посла Республики Финляндии, которая оказывает неизменную финансовую помощь для того, чтобы школа могла существовать. И она делает это вместе с Советом Европы, и поэтому в его лице я хочу сказать искреннюю благодарность всем, кто принимает решение, кто принимает решение нас поддерживать. И сейчас мы начинаем нашу сессию. Доброе утро. И спасибо за красивые слова, Лена. Это мне передаст огромную радость выступить перед вами. Я был здесь, в Калицыно, в прошлом году. Был в Терриоке, в Зеленогорске. И для меня лично это уникальная возможность. Вы понимаете, я общаюсь с официальными лицами, и это совершенно другое. Общаться с молодыми людьми из разных регионов Российской Федерации, с молодыми профессионалами. И это просто уникальная возможность. Я это очень высоко оцениваю. У меня некоторые слайды, но, к сожалению, это на английском. Я говорю на русском. Может быть, понадобится спрашивать немножко, скажем, какие-то слова и концепции. Ну, посмотрим. И, конечно, наверное, надо остаться как можно побольше времени для вопросов, дискуссий. Так что я постараюсь быть довольно коротким. Материалы очень много. Я хочу в самом начале сказать, что я никакой специалист по гражданскому образованию или школьных систем. Я учился в университете Тампера. Журналистом. Ну, оказалось не так. Уже работаю почти 40 лет в Министерстве иностранных дел Финляндии. Ну, для меня вот точно таких мероприятий профессионально тоже, но лично особенно приятнее и важнее. так что, может быть, я здесь, ну, обязательно выступаю в качестве эксперта, может быть, если я эксперт, но все-таки в качестве гражданина Финляндии. Так что понимаете, что я говорю очень свободно и не постараюсь точно выражать позиции своего правительства здесь сегодня. Здесь очень так коротко самые главные темы выступлений. Я немножко хочу спрашивать, что такие гражданские ценности, что это значит точно, и что это значит, когда мы говорим о гражданском образовании, и какая роль школа в этом смысле. И есть, как я уже сказал, огромный материал, но я просто очень так быстро, коротко это использую, и потом можно задать вопросы и общаться. на эти темы. Так что гражданские ценности. Я бы сказал, что надо начинать, ну, откуда-то, я бы сказал, что для меня начальный пункт — это права человека. Это концепция, конечно, права человека уже очень развита. Можно сказать, что это довольно такая вечная тема. Но после Второй мировой войны был очень так целенаправленно развита, начиная с всеобщей декларации прав человека 1948 года. Там очень много важных моментов. приходится это читать и смотреть время от времени. И потом был целый поток разных правовых инструментов в правах человека. Особенно основные соглашения международные о гражданских и политических правах и другой инструмент о экономических, социальных и культурных правах 1966 года. И потом есть и другие инструменты, другие соглашения международные о предотвращении, элиминации — это не русское слово, но расизма, дискриминация против женщин, то же, как это. — Бытки. — Бытки, да. И о правах ребенка, правах миграционных рабочих. И самое последнее — о правах инвалидов, как вы говорите на русском языке. Так что это очень развита. И есть и целый ряд международных органов, которые смотрят, контролируют, что все эти правовые инструменты соблюдаются. И с другой стороны можно сказать, что другая точка зрения — это как используется, как можно наблюдать права человека. Можно сказать тогда, что речь идет о правах гражданина, потому что, конечно, это все зависит от гражданства, от места жительства и разных других обстоятельств, если есть имущество и так далее, налоговые обстоятельства и так далее. Но это развито и очень сложно. До Москвы, до 2012 года я работал четыре года в Женеве, и очень много времени потратил в Совете, в ОНском Совете по правах человека. И там это напряженная работа, круглогодичная, можно сказать, сегодня. Ну, гражданские ценности — это, конечно, не речь идет о правах человека. Надо немножко так еще дальше идти. И тогда можно говорить о обязанностях человека. Потому что действительно вечная тема — это как быть хорошим человеком, как быть хорошим гражданином. И, конечно, тогда речь идет не только о правах, а тоже о обязанностях. Я могу что-то сделать, но у меня есть ответственность к своему окружению. И я думаю, что это очень такая интересная, важная тема, очень сложная тоже, непростая. Потому что там, конечно, цели и рады вопросов, которые надо каким-то образом обществу передать. Молодым, новым поколением, чтобы продолжить, обществу продолжить свою жизнь нормально. И так как определенное общество хочет жить и, в общем-то, относится тоже к погружению в мире. Так что это речь идет о какой-то равновесии между правами и обязанностями. И всегда, когда мы говорим о таких вещах, я думаю, что это сложно отдельным гражданинам или обычному человеку. Но это сложно тоже обществу и общественным институциям. Так что такой принцип уже давно был сформулирован. По-разному можно сказать, что один из первоначальных письменных формулировок. Это можно найти в Библии, слова Иисуса. Ну, я думаю, что это такой универсальный принцип. Когда, скажем, используешь свои права, не надо сделать плохо, вред другим. Это очень важный такой универсальный принцип. И если я правильно понимаю, вот такой принцип был на основе очень интересного проекта международного, такого, ну, это не организация, но это такая группа очень приятных людей. Начинается Interaction Council, который в 97-м году одобрил проект новой декларации, всеобщая декларация обязанностей человека. Как бы, вот это равновесие, всеобщая декларация прав человека и всеобщая декларация обязанностей человека. Ну, проект, можно сказать, лежит на столе. Никаких таких формальных универсальных решений не принималось. Все-таки вот такой текст есть. И, может быть, я... Это не текст проекта, но это как бы... На фоне предложений есть такие постановления, как, например, если мы имеем право на жизнь, наша обязанность ценит жизнь. Если мы имеем право на свободу, то мы обязаны уважать свободу других людей. Если мы имеем право на безопасность, то нашей обязанностью является создание таких условий для каждого человека, в которых он мог бы наслаждаться человеческой безопасностью и так далее. Многие такие. Если у нас есть право на свободу мнений, совести и выбора религии, мы также обязаны уважать мнения и религиозные принципы других людей. Так что я думаю, что это точно вот такое равновесие надо очень так внимательно соблюдать. Об этом надо говорить. И каким-то образом, мне кажется, что это такие соображения надо было бы в центре общественной дискуссии цивилизованного общества. И это сложно. Мы знаем. Это не такое... Ну, простая вещь. Так что мне, когда мы говорим о гражданской ценностях, мы говорим о в основном обязанностях человека в качестве гражданина или члена общества. И ценности, это, конечно, это не правовая концепция. Но можно, конечно, создать законы. И надо, конечно, есть, можно сказать, уголовный кодекс. Это в основном точное выражение таких вещей, которые не надо сделать. И если сделаешь, как надо наказать за это? Ну, конечно, мы не говорим о точно таких правовых соображениях, когда говорим о гражданской ценности. Ну, законодательство определит точные правила и границы. Но все-таки это во много побольше, скажем, жить цивилизованным образом в обществе. Ну, тогда какая роль школы в этом смысле? Есть, на английском, очень так обычно используется концепция гражданского образования, civic education, civics, довольно часто, особенно в США. Ну, конечно, надо понимать, что роль школы – это не можно смотреть в изолации общества. Потому что, как всегда, когда мы говорим об образовании, особенно таких, скажем, общих соображений, как ценности, надо учесть другие моменты тоже. Особенно семья, традиции – очень важно. И роль семьи, особенно, скажем, под больших вызовах сегодня. Вы это знаете в России, мы знаем это, в Финляндии, целый концепт семьи, как быть в семьях, роль родителей и так далее. Так что, это совершенно другое, ситуация совершенно другая, чем, скажем, 50-100 лет назад, как передать традиции и ценности молодым людям в обществе. И, конечно, сегодня особенно, вот это окружение, где школы работают, это тоже там много вызовов, которые совершенно другие, чем раньше. Концепция культуры сегодня очень так многообразная. СМИ работают, конечно, интернет, социальные сети и так далее. Совершенно новое окружение, может быть, можно сказать, что и для семьи, родителей, и для школы. Это совершенно более сложная ситуация, чем раньше. Это просто невозможно думать, что там спокойно и безопасно жить в семье. И послать, ну, свои детей, дети в школу, и все хорошо. Это совершенно более сложно. Все-таки я бы сказал, и здесь я немножко еще говорю об этом. У школы есть роль, важная роль в гражданском образовании. И когда мы хотим передать школьникам гражданские ценности. Так что, важно ли гражданское образование? Да. Здесь очень много сделали исследований по этой теме. Особенно Организация экономического сотрудничества и развития ОСР. Это сделает ОСР, которую Россия хотела бы присоединить. Но сейчас, как часть украинского кризиса, ОСР решила прекратить, заморозить переговоры о присоединении России в организацию. Все-таки это важно. ОСР – это необычная организация. Там речь идет не столько о обязанностях и правах стран, членов организации, а более, скажем, членство в ОСР даст членам возможность сравнивать такой концепции peer review на английском. Сравнение между равноправами – это очень такая ключевая концепция ОСР. И вот точно образование – один из самых важных отраслей работы организации. И они в области образования очень тесно работают с другими международными организациями, в том числе такое сокращение очень простое. IEA, называется International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Очень такие точные исследования сделают о результатах, итогах и влиянии образования. И там особенно важный элемент – это гражданское образование. И здесь, к сожалению, очень много текста здесь. То есть, ну, вот это IEA сделает регулярно такие международные исследования о гражданстве и civic and citizenship, стадии очуток. Да, гражданство. Да. Уже два-три раза сделали, и следующий раз – это будет в 2016 году. И там особенно в центре внимания есть вопрос, как молодые люди готовы принимать, возьмите свою роль гражданина. Очень интересно, думаю. И там, например, один из интересных подходов – они говорят о семи измерения вовлеченности. Политическая вовлеченность, гражданская вовлеченность, явка избирателей, личностное доверие, институциональное доверие, толерантность и политическая осведомленность. Конечно, сложные концепции, но там исследовано все точно определено и определено, и очень такие точные данные даны. Я возьму только один пример метода исследования. Задают вопросы школьникам. И здесь речь идет о, не знаю, как это, в русской, российской школьной системе, потому что средний возраст школьников в этих исследованиях – это примерно 15 лет. Так что не очень молодые, но все-таки не так взрослые школьники. Есть такое интересное, я думаю, что это очень интересно, потому что школьникам показывают вот эту листовку, как бы из избирательной кампании. Нам, гражданам, фаттить. И потом есть разные такие выражения, заявления. И, в самом конце, давайте не потерять еще четыре лет. Голосуйте за золотую партию. Ну, конечно, почти все могут сказать, что, наверное, это написано золотой партией. Ну, потом следует четыре варианта, которые не задают такой простой вопрос, кто сделал эту листовку. Ну, языковым образом постараются найти, как понимают студенты политический язык и как это надо толковать. И здесь, конечно, думаю, большинство понимает, что это не подготовлено с Серебряной партией. Ну, какой ответ правильный? Ну, здесь это выражение того, оно сложное, потому что правильный ответ – это «Б». Это подготовлено партией или группировкой, находящейся в оппозиции Серебряной партии. Так что это значит, конечно, золотую партию, но все-таки это какой-то оценка, понимание, очень такие концептуальные вещи школьниками. Так что такие вопросы задают, много интересных вопросов есть. И потом получается очень такой объемный материал. и я не буду очень подробно это вам показать. Ну, есть такой общий показатель, какой-то, ну, как бы вывод всех вопросов и измерений и так далее. Точно в этой исследовании 2009 года участвовали 38 стран, в том числе и Финляндия, и Российская Федерация. И кажется, что Россия в итоге там в середине, почти точно в середине. И я не знал, когда я этот доклад начал немножко более подробно смотреть, что Финляндия оказалась на первом месте. Это просто так. Ну, конечно, это разницы не так большие, и методы очень сложные. Конечно, надо быть специалистом, если это толковать. Но все-таки, если хочется, я могу немножко более подробно об этом исследовании говорить. И я уже хочу заканчивать пару соображений о Финляндии. У нас есть такое школьное ведомство, которое дало общие инструкции. Во-первых, общими целями всех направлений является научить студента. И потом четыре таких, можно сказать, цели. Наблюдать и анализировать современные явления и обстоятельства. Во-вторых, представить обоснованные видения о том, к чему следует стремиться в будущем. Такое введение на будущее. Во-третьих, оценивать свой образ жизни и превалирующие тенденции в точке зрения будущего. Как бы немножко позицировать собой. И последний, делать выборы и действовать за будущее, которое он считает достойным. Такая гражданская ответственность. И потом у нас концепция гимназии. Это самые три последние годы школы. Вы, наверное, это понимаете. Там общими для всех гимназий темами являются активное гражданство и предпринимательство, благосостояние и безопасность, устойчивое развитие, культурная идентичность, знание культур, технологии общества и навыки в области связи и медийной сферы. Вот это информационное окружение. Просто еще раз пример о таких конкретных подходах, которые такая страна, как Финляндия, это сделает. Как передать гражданские ценности школьникам. Это можно, как вы знаете тоже, я так понимаю, что в российских школах тоже есть и такой отдельный предмет, наверное, общество знаний, у нас тоже в определенных классах есть или предмет, или курсы, или программы. Ну, потом уже возможность, как здесь особенно важно, я думаю, что вот эти инструкции финского школьного ведомства показывают, что надо наблюдать, надо следовать как бы в всех отраслях школьного образования. Так что даже технология, как бы, скажем, физика и так далее, как быть, что это значит, какая ответственность у, скажем, научных сотрудников и так далее. Так что есть разные подходы, и не гарантировано, что это получится. Ну, в самом конце я бы сказал просто, что вот эти исследования показывают, что это важно, и в результате получают итоги, которые очень положительные. когда это сделают гражданское образование, сделают правильно в школах, в итоге у нас будут молодые люди, которые знают, как быть в обществе, как жить, скажем, ответственным образом, уважение друг к другу и так далее. Так что я с этим заканчиваю, и давайте задайте вопросы. Спасибо. Коллеги, доброе утро. Я прошу вас задавать вопросы послу Финляндии. Также можете комментировать услышанное коллега. Прошу вас, открывайте. Здравствуйте. Меня зовут Артем Филатов. Я работаю в Санкт-Петербурге, в Балтийской медиагруппе. Мне особенно приятно видеть вас сегодня здесь, господин посол, потому что последние два года я довольно активно занимаюсь Финляндией для своей медиагруппы. И я был в финских школах в регионе Хельсинки, и в российско-финской школе, и в обычной финской школе, и в шведской школе в регионе Хельсинки. Поэтому немного представляю о том, как это выглядит и как устроена система. Вот я хотел бы остановиться, если мы говорим о гражданском просвещении в школе, на том отличие, которое существует между российскими и финскими школами, поскольку финские школы, они не государственные, но муниципальные. Да, в основном, за редкими исключениями, их финансирует муниципалитет. И насколько я понял в свое время, Министерство образования не имеет прямого влияния, за исключением вот этого национального образовательного плана, на школы. То есть они получают некую автономию, если я правильно понимаю, в том, как преподавать те или иные предметы. Вот я хотел у вас спросить, господин посол, некая финансово-экономическая и идеологическая независимость от государственных органов, насколько они способствуют сейчас формированию вот этого гражданского просвещения в Финляндии? Спасибо большое. Спасибо. Очень, ну, важный вопрос. Да, у нас все школы, ну, у нас тоже частные школы, но это довольно мало. И все публичные школы являются под муниципалной администрацией. И у нас, в общем-то, принято такой принцип, что местная муниципальная администрация – это независимая, автономная. Ну, в практике это немножко теоретически, потому что, конечно, это откуда средства. И как быть, когда есть такие большие города, где много предпринимательства, много людей, не только, скажем, Хельсинки, город Хельсинки, но и другие большие центры. И потом есть очень маленькие такие, ну, маленькие местности, где мало людей, мало детей и так далее. Так что, таким образом, развивалась очень сложная система финансирования, где, да, муниципалитеты имеют права собирать налоги, но это недостаточно большинству муниципалитетов. Так что, у меня нет точной цифры сейчас в голове, но думаю, что, да, добавляющее большинство средств получают от государства. Ну, у нас, да, вы совершенно правы в том смысле, что роль и влияние государства в политическом смысле очень ограниченное в школах. можно сказать, что в классе, в школе преподаватель такой, ну, можно сказать, диктатор, ну, очень-очень так независимый. Есть, конечно, программы, инструкции, цели, которые надо достичь, но это можно сделать по-разному. И особенно, что касается, скажем, прямое влияние государственных органов на содержание образования, это уже не принято, это невозможно, можно сказать. Есть такие общие соображения. Конечно, есть, например, учебники. Обязательно надо создать каким-то централизованным образом, ну, это тоже не государство, государственные органы не определяют, что именно надо там, как это надо писать. Ну, так что это может быть такая профессиональная ответственность и учителей, и специалистов, которые, ну, издают учебники и так далее. Так что это там тоже теоретически полная автономия, автономия, ну, в финансовом смысле не так, невозможно. Ну, что касается содержания образования в школах, это уже там можно сделать по-разному. И я бы сказал, что самые успешные школы, у них самые, скажем, креативные учители, которые испытывают, сделают по-разному и используют существующие свободы максимально. Так что это возможно и сделают. Прошу, коллеги, продолжаем. Вопрос из Армении. Сударня, давайте вам я предоставлю слово с вашего позволения. Спасибо. Я хочу сказать, что вот я была в Финляндии до вопроса, как бы, группы. Мы участвовали в церковных фестивалях и были в разных городах. У меня очень хорошее впечатление от Финляндии. Но сейчас вопрос, ну, актуальность гражданского образования осознаются политические элиты и России, и Армении. Но у нас вот такая проблема. В Армении уже долгий год реализуется система, включены образования, которые интегрировали инвалидов. В Армении эта система не работает, потому что инвалиды, которые в тяжелой степени, родители говорят, что невозможно, не хочет, чтобы дети совместно учились в школе. И как бы интеграция у нас нехорошо разрабатывать. Я знаю, что у вас есть система такое, и как реализуется в вашей стране, как вы могли преодолеть эти барьеры. Спасибо. Еще один очень важный вопрос, что касается инвалидов. Да, это сложно, но у нас постараются сделать так, что дети и инвалиды смогли участвовать как бы совершенно нормально в жизни общества и в школном образовании. конечно, это зависит от точно какой инвалидности мы говорим, как тяжелая степень инвалидности и так далее. Но общество тратит большие деньги, чтобы это возможно. Потому что довольно часто, если такая степень инвалидности довольно высокая, у каждого ребенка инвалида есть такой личный помощник. Это не преподаватель, не учитель, может быть, какое-то такое среднее, высокое, среднее образование у таких людей, чтобы помогать ребенку, инвалиду участвовать, целый день. И, конечно, это есть такие обстоятельства, где это невозможно участвовать полностью. Это там в основном принцип интеграции как бы реализируют максимально. и здесь очень много произошло, скажем, в течение 10-20 лет. И я бы сказал, что мы пока сегодня не там, не это такое постоянное развитие, но очень много внимания сосредоточиться к этому вопросу и хочется сделать еще лучше. Ну, это, конечно, сложный вопрос и потребуется довольно существенное средство, так что. Так, ну, давайте, Анна, прошу вас. Большое спасибо за ваше выступление. Ближе к микрофону, плохо слышно вас. Уряда Анна, Ярославский государственный университет. Благодаря Московской школе политических исследований гражданского просвещения и Вергеланд центра Норвегии не так давно был начат проект по гражданскому просвещению в четырех регионах России. И, во-первых, мне бы хотелось попросить организаторов данного мероприятия, чтобы пригласили господина посла на семинар для учителей, который будет осенью. Я думаю, что учителям это будет очень интересно, ваше выступление. Я надеюсь, организаторы меня услышат. И второй момент, который мне хотелось бы у вас спросить. Вергеланд центра норвежский, который действует при Совете Европы, при поддержке Совета Европы, разработал такой методический комплекс, который называется Компас и Компасит. Это для младших классов, и который, в частности, был нам представлен на этих семинарах для учителей. Работают ли финские школы с этим комплексом? Это комплекс как раз связанный с гражданским просвещением и гражданским воспитанием детей и молодежи. Спасибо. 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 Надо прямо сказать и признать, что я не знаю, если они работают, но я что-то в этом норвежском центре слышу, что, наверное, это все-таки сотрудничают тоже с финскими школами, организациями и если это в рамках Совета Европы, обязательно мы, как в качестве члена Совета об этом знаем, что здесь, как я сказал уже, что касается исследований и так далее, самое важное это сравнение, и чтобы учиться друг от друга, так что здесь такие международные центры, программы и так далее, очень-очень важные. Так, ну хорошо, Ямало-Ненецкий, правильно? Да. Добрый день, Сергеев Юрий, Ямало-Ненецкий автономный округ. У меня вот вопрос, принято считать, что в странах Евросоюза последние несколько лет формируется в системе гражданских ценностей, толерантное отношение к сексуальным меньшинствам, к мигрантам. Вот какую роль играет это вот эти новые веяния в системе гражданских ценностей Финляндии? Спасибо. Да, хорошо. Да, обязательно можно сказать, что мир изменится. например, гомосексуальность был, ну, нагазали в законе до, наверное, начала 70-х годов. и тогда уже начинался процесс, который постепенно акцентрировал права сексуальных меньшинств. и сегодня можно сказать, что толерантность в этом смысле это часть наших ценностей. И это передают тоже в школе, потому что, конечно, здесь роль и ответственность общества очень важна, потому что мы не знаем, что происходит в семьях. Ну, конечно, там это вопрос о правах человека, независимо от сексуальной ориентации. это не значит, что у нас, я, конечно, это, я знаю, что среди вас тоже может быть таких, которые так и это выражают, что здесь, может быть, говорит о пропаганде среди несовершенстволетних, но это не так. Это вопрос, нам это вопрос о толерантности и правах человека. Другой вопрос, мигранты, да, у нас больше и больше мигрантов, Финляндия среди североевропейских стран может быть такое исключение, потому что мы традиционно были очень гомогенными, это чисто финны, но у нас надо помнить два официальных языка, финский и шведский, и, кроме того, в севере тоже самские языка, у которых есть статус официальный, немножко другой, шведо-язычные, финны, финны, не шведы, но мы были очень гомогенными, и просто постепенно число мигрантов вырос, в том числе сегодня у нас приближается уже 70 тысяч русскоязычных живут в Финляндии, у нас довольно большая большая группа сомалийцев в Финляндии, и разные иммигранты, иммигранты, которые мы постараемся интегрировать в финское общество. Конечно, это вызов большой особенно в школах, это тоже вопрос о толерантности. Мы постараемся гарантировать, чтобы дети мигрантов чувствовали себя дома в Финляндии. я бы не сказал, что в Финляндии у нас расизм, большая проблема, но есть и такие люди, но там тоже роль очень важны. Это особенно важно, что в среде гражданских ценностей, которые передают в школах, там тоже толерантность, и чтобы все понимали, люди равноправны независимо от этнических, культурных, религиозных обстоятельств. так, Саша, пожалуйста, сейчас вы. Шитова Александра, Псковская область, спасибо за презентацию, которая навела на меня некие философские рассуждения. Все мы будем по-разному рассуждать на тему мораль и право, ценности, ориентации, и мне бы хотелось задать такой вопрос, точнее, вы провели ряд признаков, такие как явка избирателей, доверие межличностное, доверие между политическими институтами, уровень гражданской культуры. Эти все признаки очень похожи на признаки демократии. Так вот, такой философский вопрос, что же определяет у нас режим, то есть будет ли определяться у нас уровень политической культуры режимом, или режим будет определять тип политической культуры в стране. И мне бы хотелось от вас услышать, как от представителей одной из самых демократических стран, некий такой сравнительный анализ между Россией и Финляндией. Спасибо. Это, конечно, сложный вопрос, но важный. Я бы сказал, что сравнение очень трудно во многом. Что касается Финляндии, мы, я думаю, сугубо демократическая страна. и эта демократичность не такое свежее появление. Это результат уже развития уже, скажем, веков. потому что когда Финляндия стала великое гнезество Российской империи в 1809 году, Александр Первый заявил, что уважает финскую конституцию и законодательство. Но что такое финская конституция и законодательство 1809 года? Это была шведская. Финляндия была равноправной частей Швеции. Как мы в Финляндии говорим Швеция и Финляндия, но это была Швеция. Это очень такая развитая система законодательства. И Швеция уже тогда была, можно сказать, конституционной монархией. И потом в течение XIX века Финляндия, ну, у нас была автономия в рамках Российской империи. И очень важные вещи произошли. конечно, примерно в середине XIX века был, во-первых, это было время как бы рождения национального государства. Например, Италия стала Италией только 150 лет тому назад. И точно во время особенно Александра II для Финляндии были, ну, он был либералом. и мы стали постепенно иметь такие ну, качества государства или независимое автономное государство очень так отделного от Российской империи. это у нас была собственная валюта и тоже тоже ну, можно сказать парламент. Это не был такой, ну, демократический парламент, но все-таки был. Это был такой в традиции Швеции, ну, не являясь ну, демократичным в смысле сегодняшних принципов, ну, принципов, ну, все-таки был такой определенный демократичность. И самое главное, думаю, это было развитие гражданского общества. очень-то многих отраслях жизни. Были кооперативы фермеров, в конце XIX века профсоюзы стали очень влиятельными. И можно сказать, гражданское просвещение. Конечно, у нас были школы, очень важно, были библиотеки публичные, такие гражданские библиотеки, очень важно. Но были разные тысячи, тысячи разных гражданских организаций, которые занимались гражданским просвещением. понимаете, это было развитие, можно сказать, десятилетий, уже сейчас полтора века, как развивалось гражданское общество. И здесь, я думаю, что если сравнивать Финляндию с Россией, может быть, самая важная разница, я думаю. Это состояние развития гражданского общества. Я больше не могу сказать. И еще один вопрос из Армении. Коллега, прошу. Спасибо большое. Артагоз Конян, представляю Ереванскую школу политисследований. Спасибо вам большое, господин посол, за презентацию фундаментальных прав человека. Я думаю, вы согласитесь, что помимо самих этих прав немало важны механизмы, с помощью которых мы можем общественные организации и государства могут обеспечивать эти права. И в этой связи я хотел бы спросить вас уведомить о современных таких механизмах, которые, по вашему мнению, необходимы постсоветских странах. И еще о правах человека. Я думаю, очень много бывает, что права человека не очень-то нормальны в хороших условиях правоохранительных органах и органах безопасности в армейских подразделениях. Как у вас эти права обеспечиваются и какие у вас есть современные механизмы под отчетности правоохранительных органов и парламентскому контролю над сектором безопасности. Спасибо. Я думаю, здесь тоже во многом речь идет в общем гражданском обществе. и конечно вот эта концепция в английском rule of law правосудие и что еще очень важно и здесь можно сказать может быть концепция мне надо было бы это назвать даже раньше концепция доверия в обществе очень я думаю что ключевая Финляндия в числе таких стран где уровень доверия в обществе в общем-то доверия ну друг другу доверие государственным общественным институциям и так далее очень высокая и здесь может быть это вас удивляет но все-таки тоже уровень доверия к полиции и к военным очень высокая их уважают почему почему потому что они так ведут свою работу что они достойны скажем этом этой доверии так что очень очень трудно скажем даст какие-то инструкции или рекомендации кому-то другое другому государству другому обществу стране потому что конечно каждый каждая страна каждый 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 народ обязательно ему надо найти свой путь с собой ну вот скажем доверие правосудие и в общем-то правила проведения общества уважение таких правил и так далее это это ключевые коренные вопросы которые конечно невозможно создать очень быстро я очень откровенно скажу я работал в многих странах в том числе в Индии в Индонезии кроме Европы Нью-Йорке работал мы Финляндии мы Европе мы на Западе очень так ну ожидаем что изменения произойдут быстро сразу скажем не надо быть коррупции надо надо сразу же убрать коррупцию ну конечно это это важно что не было бы коррупции ну все знают что это невозможно ожидать что это произойдет быстро так что у каждой страны свой путь и это всегда такое ну взаимодействие между лидерами страны страны и гражданами и какое-то такое общее понимание что у нас есть правила мы все эти правила уважаем и мы вместе только вместе и мы с собой можем развивать нашу страну это сложный и довольно часто совершенно более медленный путь чем надеяться но это это просто ну другого подхода нет коллега слева отменял окна прошу вас лев гордон Ижевск господин посол спасибо за ваш визит сегодня вы говорите медленно но очень вдумчиво в россии есть множество анекдотов вы наверняка их слышали про эстонцев про финнов короче про финно-угорскую группу нации и я хотел 30 секунд вводное 20 секунд вопрос хотел бы спросить вашего мнения какого человека есть три страны россия сша и финляндия на которые мы сейчас посмотрим вместе америка изначально строилась на ценностях такого пассионарного предпринимательства когда покорялся дикий запад наиболее яркие люди из европы эмигрировали туда и там вот эта культура кто близко знаком знает очень высокой энергетики вокруг создания всего нового и в бизнесе и в социальной сфере и вот вчера у нас представитель соединенных штатов выступал россия тоже люди горящие достаточно пассионарные много революции много всяких штук но при этом когда мы говорим про нашу культуру часто слышно что русские конечно же они готовы там сложный момент собраться и что-то сделать но вообще народ ленивый и вот здесь очень интересен опыт финляндии культура потому что финны по крайней мере исторически глядя от нас тоже народ не очень пассионарный то есть огромного объема внутренней энергии не чувствуется по крайней мере со стороны при этом вот то что произошло с компанией нокия лет 10-15 назад и вообще вот этот взрыв в бизнесе в социальной как бы прогрессе в финляндии он очень заметен во всем мире как вам кажется какой вы о многом уже сказали но какой опыт финляндии россия сегодня может использовать для того чтобы преодолеть эту убежденность что в россии у нас какая-то вот такая природная лень и действительно перейти в режим прогрессивного развития страны и в социальной и в деловой сфере спасибо да сложный вопрос да мы действительно мы финно-угорские народы может быть немножко похожи друг к другу может быть кроме венгерцев потому что они конечно этнически тоже немножко другие да конечно ну вене может быть медленнее я знаю что у нас такое впечатление такое и я думаю что это во многом это точно и правильно и я бы сказал что исторически предпринимательство Финляндии не было очень так сильным и надо сказать что многие из наших ведущих предпринимателей Финляндии таких таких скажем очень передовых предпринимателей не было финны было шведы или шведоязычные финны потому что это тоже исследование показывает что шведоязычные финны другие люди это более весолее более может быть счастливее чем очень серьезные финны и так далее и у нас были много предпринимателей из Германии Британии Швейцарии например вы знаете Карл Фацер или Фазер как вы говорите швейцарский шоколадник очень важная часть нашей лесообрабатывающей промышленности была создана шотландцем и немцем начиная примерно 1860 годов когда во время Александра Второго такая либеральная экономическая политика была введена правительством и да Nokia новая Nokia надо сказать потому что я ходил в школу в маленьком городке которая называется Nokia в середине Финляндии там закончил школу и мой первый работодатель была фирма Nokia но это была не тот Nokia о котором мы сегодня говорим это я работал в лесу так что школьником да начиная скажем уже ну 80-х в начале 90-х годах такая волна предпринимательства у нас Финляндии и сегодня после скажем но не смерти Nokia но падение Nokia и все трудности которые у нас мы сталкивались после скажем падения Nokia много говорится о стартапах сегодня и это важно это мы пытаемся создать такие положительные условия для начинающих молодых предпринимателей которые хотят что-то нового сделать и здесь ситуация не такова как это должно быть но я думаю что мы мы много важных уроков учились уже так что надо государство не скажем лидирует в открытых условиях в условиях открытого рынка государства государству надо было такое создатель или или фасилитейтер как это фасилитатор да фасилитатор да хорошо создать такие условия где можно тоже очень молодым молодым фирмам начинать работать и развивать и таким образом создать и экономически и социально важные новые ценности общества так что это такая новая волна но очень важное направление развития Финляндии коллеги нет руки опустите время к сожалению закончилось я всегда прерываю к сожалению сессии особенно когда есть вопросы а то что сейчас есть вопросы неудивительно потому что Финляндия проявляет большой интерес к работе московской школы гражданского просвещения и это очень объяснимо потому что мы имеем дело со страной которая достигла в гражданском просвещении собственных граждан очень больших успехов в чем собственно можно было убедиться сейчас Финляндия поддерживает школу относится с пониманием к нашей работе финские послы приезжают на наши семинары постоянно насколько мне известно идет речь о том что может быть у нас будет семинар в Финляндии одним словом коллеги у нас масса оснований поблагодарить нашего эксперта за музыку полчаса перерыв у нас это у нас в 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 Продолжение следует...